Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Ну что, Настя пришла с маникюра, устраивала голосование в своем телеграм-канале. Там было три варианта. Ну и что же на самом деле там были... Белый френч, красный френч и блестящий френч. Давай, показывай. Большинство проголосовало за блестящий, но мы решили делать блестящий. А, да? Да. Я решила по новогоднюю мочу. Красиво. А еще у нее появились новые блестящие полностью базы. И я сначала хотела их, потом думала, ладно, следующий. Красота. Ну все. Это будут новогодние нокаточки, да? Да. А потом уже только после Нового года. Понятно. Ну что, друзья, пока у нас тут морозы. Минус 32. Я наконец-то села активно вышивать. И я сегодня прям горжусь своим продвижением. Я, значит, другим цветом повышевала, успела здесь. Значит, вот этот вот цветок. Следующий цветок. Бутон. Так. Вот этот вот цветок. У меня осталось чуть-чуть закончить. И я уже буду в поисках, так скажем, что еще. Еще какие-то вот стеблечки мне нужно пройти. Вот. Но это уже так будет. Здесь вот чуть-чуть совсем другим цветом. Вот. Потом еще остается у меня вот этот вот полураскрывшийся бутон. Не доделан абсолютно. И, наверное, снова уже вернусь к цветам, которым таким вот мелким. Вот, допустим, вот в этом цветке нужно еще кое-что вышить. И еще поставить два фрузелка. Два фрузелка. Вот. То есть остается, остается, остается еще рыбок. Чуть-чуть начать и закончить. Потому что уже в планах у меня начать следующую, следующую работу. Вот. Ну, хочется скорее уже завершить и увидеть это все без мононити. Все это распороть. Все это вытащить. Все это мононить. И уже любоваться готовым, готовым вариантом. И опять начать. Но пока продолжаем вышивать работу. Дименшенс, пионы и ирисы. Ну, кто-то называет пионы и колокольчики. Как-то так работают. Кто как. Поэтому продолжаем активно, активно продолжаем двигаться. К завершению. Так, ну что, у нас там конкретный мороз на улице. Я забежала в магазин. А ездила я по очень непашинам телам. Так, хлеб купила. Эти диски. Наклейку какую-то дали с зайчиком. Так, колбаску взяла. Оттяживайся сиськи, доктор. И потом такую вот глобал вилосвечу взяла. Харцем я попробую. Так, еще другую колбаску. Хлеб дом закончился. Так, и взяла банан. А, и еще эти. Зубочистки. Вот. И пустые у меня пакеты. То что. Не знаю, когда я уходила, было минус 26. Сколько на самом деле стало позже? Ну, похоже, температура падает. Вот. Прям так ощутимо. Прям даже какой-то туманчик такой начался. И обещали, что завтра уже там 30, что-то вроде бы будет. Я, в общем-то, собралась на почту. Даже не думала, что наша ближайшая почта сегодня не работает, оказывается. Вот. Но у всех, оказывается, разный график. Я даже предположить не могла. Вот. Я, в общем-то, поехала обувь. Там тоже ремонт сдала Илюшкины. И еще, значит, заехала на другую почту. На другой почте вообще, знаете, вот попадаешь в другое место, как будто в другое все измерение. На этой почте. Надо талон взять. У нас нет, такого нет на нашей. Значит, талон взять. И я вообще туда поехала отправить посылки по обмену с подарками. В четыре региона. Значит, Красноярский край, Казань, Вологда и Новосибирск. Да, девочки, ждите. Все отправила. В общем-то, это отправила. Там, знаете, обслуживают только, оказывается, по паспорту. Я такая, вот есть паспорт? Я говорю, нет, конечно. Они такие, как так? Мы уже давно только по паспорту обслуживаем. Я такая, серьезно? На нашей почте или меня знают, что я постоянно хожу, что-то отправляю? Я в этот раз пришла посылку забирать, когда толстовку БК отправили. Вот. Ну, я просто говорю, свою фамилию, имя. Они приносят посылку такие. Говорят, можно паспорт? Я такая, у меня нет паспорта. И все. И они мне ни код, ничего не отправляли. Я просто в какой-то бумажке расписалась, которую она сама прямо написала. Ну, в общем, короче, не знаю. Я говорю, и вы меня что, говорю, обслужить не будете? Я по такому морозу к вам пришла. Они такие говорят, ну, права у вас съедить. Я говорю, а по фотографии нет, права. Я говорю, права есть, давайте. В общем, по правам отправила вам посылки. Все, слава богу. Вот. В общем-то, я уже, когда к этому готовилась, оставляла какие-то коробки, чтобы отправлять посылки. Поэтому пусть у этих коробок будет еще вторая жизнь. Я в них получила какие-то там посылки, заказы. И, в общем-то, дала им вторую жизнь, чтобы они еще, в общем-то, все-таки послужили. Очень надеюсь, что вам все понравится. Что придет к душе, будете пользоваться, будете использовать. Будете, в общем-то, какие-то, ну, приятные моменты вам это создаст. Так же, как и мне, создают ваши, в общем-то, посылки по обмену с подарками. Вот. Так что в четыре региона отправила. На канале уже вышло одно видео. Я получила посылку, вам снимала, показывала. Я получила пока только одну посылочку. Вот. Пока остальные еще до меня не долетели. Может быть, почта заработает завтра. И придут уже оповещения, что мне там пришли посылки. Вот. Ну, в общем, вот. Все подготовила, все собрала. Довольно рада, счастлива, что, в общем-то, я это все уже вот сделала. Надеюсь, что до Нового года вы точно получите. Их сто процентов, наверное, если не какое там число. Ну, должны, должны до Нового года получить. Думаю, получите. Успеет все дойти. Если вдруг еще будут дальше посылки приходить от кого, то я думаю, что я еще тоже прям успею в ближайшее время тоже, чтобы отправить. И это, чтобы вы так же успели получить до Нового года. Вчера уже Илья от мамы пришел. Мама передала мне тоже коробочку там какую. Говорит, если что, может пригодится коробочка. Я говорю, хорошо. Там все пригодится. Для отправки все пригодится, в общем-то. Так что вот. Сегодня повышевала маленько. Самое главное, посылки отправила. Это самое-самое главное. Побывала на улице. Заезжала в автомастерскую. Как морозы начались, датчики разное давление в шинах начали показывать. Заехала. Я вот все-таки наблюдала за ними, смотрела. Но никаких изменений не было. Заехала в мастерскую. Мне там подкачали еще колеса. В общем, в магазин сходила. Все успела. Все успела. В общем, вот так вот. Что планировала. Ну, мороз так, да, конечно, ядрененький. Но на машине еще более-менее. Пешком, конечно. Жутко. Жутко, конечно. Настя сегодня не училась. Преподаватель заболела. Преподаватель заболела. Отменил занятия. Все. Настя не училась сегодня. Поэтому Илья ходил в школу. Завтра же не учишься. Ну, вот ей хорошо. А Илья говорит, мы пришли в школу. Десятый, одиннадцатый класс. И у нас учатся. А с первой по девятый у нас не учатся. Из-за погоды. И учительница говорит, от нас стоит. Говорит, ой, типа придурки пришли. Я, в общем, учителя это отдельная история. Извините, конечно, кто педагоги на моем канале. Но педагогам надо быть. Педагог, в моем понятии, это человек с большой буквы. Надо уметь любить детей. Подбадривать, поощрять. Какой-то похвалой, стимулировать. Вот тогда в моем понятии это педагог. А педагог, который как-то так детей, то пора уже с этой работы на другую какую-то переходить. В общем-то, потому что эта работа нелегкая, сложная. И когда приходит выгорание, то уже надо вот как-то так. Потому что в детей нужно душу вкладывать, чтобы они людьми вырастали. Понимаете, что я хочу сказать? Чтобы из ребенка вырос хороший человек, нужно его и вот в такой дружелюбной такой обстановке как-то вырастить. Понимающий, где-то поддержать. Где-то, да, вот Настя говорит, как говорит мой классный руководитель. Где-то сплотить, поддержать. Где-то, ну, дать какую-то, вот знаете, надежду. Где-то, конечно, пожурить. Но в меру, так по-доброму. А если это все как бы так уже, ходим чисто на работу для зарплаты, потому что, потому что до пенсии осталось, а вот-вот-вот-вот-вот чуть-чуть, ну, как-нибудь, чего-нибудь. И, как говорится, извините, слово такое насрать вам на детей, то все проблемы у людей, у взрослых, потом из детства. Говорят, все проблемы в семье, не только. И в семье, и в школе, и в садик все накладывает свой отпечаток. Поэтому, в общем, начали заздравие, окончили, как обычно, к актуальной теме. А вот, так что, ну, если вы такие педагоги, и вы не очень жаждете, чтобы пришли сегодня в мороз дети, ну, напишите, вы классные руководители. У вас два десятых класса и два одиннадцатых. Напишите, дети, оставайтесь дома. Уроки отменяются. И все. И не надо считать детей придурками, что они пришли в такой мороз. Не пришли, им бы поставили. Отсутствует. По какой причине? Два дня отсутствует. Наша Кланя говорит, через доктора справочку. И все остальное. В общем, наболело, слушайте, друзья, наболело часто уже. Еще два года будет болеть эта тема. Эта тема. Ну, вот как-то так. Или вы отпустите детей по-человечески, но не считайте их за придурков. Увы, дети не придурки. Они открыли верстов, прочитали. С первого по девятый класс не учатся. А десятый одиннадцатый учатся. И они пошли. В этой ситуации не тактичны, не воспитаны. Это изречение педагога. В общем, это еще мало нам дети рассказывают, чего происходит в школах, чего мы не знаем. А потом, через какое-то время, а ты знаешь, что там Марья Ивановна вот тот-то, тот-то, тот-то. В смысле? А почему ты мне там не говорил? Очень часто, заметьте, такие ситуации проходят. А потом, да? Серьезно? Это было? Какой кошмар? Конечно, много хороших педагогов. Но есть и такие, которым право уже чем-то заниматься другим. Вот. В общем, так что, план на сегодня выполнен, то, что я планировала. Это я молодец. Ну и так вам, в общем-то, про наши морозы, про детей, про педагогов. Стараюсь уже на такие темы с вами даже ни на какие не разговаривать, потому что каждый понимает все с какой-то своей колокольни. Все не расскажешь прямо подробно, до подробного, да? Чтобы прямо так вот. В общем, читайте между строк, друзья, просто. Будьте людьми, будьте добрее, будьте человечнее. Вот. И все станет намного проще в нашей жизни. Так что вот. Такие вот дела. Это вечерний. У нас лайф. Тихо. Уф, уф. Ничего не дает вкусного. Прячется, прячется, смотри. У нее там колбаса вон есть в тарелке, корм насыпан. У нее колбаса не только в тарелке. А и на полу, да. Ну, а шахрюшка, она все выложила. Я сегодня пылесосила, убиралась. Все в порядок там, наводила ей. Ну? Я не знала, что наступит эта стадия печенья. Конечно, наступила. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я обнимаю вас очень крепко, целую, говорю. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok